В эфире события в студии Андрей Трой. Сегодня в программе. Солидарности быть. Центробанк выделил более трех миллионов рублей на санацию банка. Теория без отрыва от практики. Самарская область вошла в число регионов, где запустят эксперимент дуального образования. И польют, и облагородят. Комплексное благоустройство аллеи трудовой славы продолжается. Банк Солидарность возобновил работу. Пока в банкоматах введено ограничение на получение наличных. В сутки можно снять не более 15 тысяч рублей. Сейчас у банка временная администрация. Какое будущее ждет Солидарность в Самаре, узнавала Лариса Шалафаст. Проблемы у банка Солидарность начались после того, как у головного банка группы компании Life про бизнес-банк. Центробанк отозвал лицензию. Но вкладчикам беспокоиться не стоит. Солидарность продолжит работу в регионе. Санацией банка займется российский капитал. На поддержку Солидарности уже направлено более трех миллиардов рублей. За эту неделю работа банка Солидарность будет полностью нормализована. Мы готовы уже начинать в том числе и принимать заявки по выдаче кредитов. За несколько дней, пока банк стоял, накопились какие-то неотложные платежи. Все, пожалуйста, приносите. Все платежи будут уплачены. Инвестор Солидарности российский капитал – это новая организация, созданная госкорпорацией агентства по страхованию вкладов. Таким образом, санировать Солидарность будет Государственный банк, что минимизирует дальнейшие риски. Поддержку одному из крупнейших банков региона готово оказать и областное правительство. Мы, конечно, будем активно делать тоже все для того, чтобы финансировать муниципалитеты, финансировать муниципальные предприятия, финансировать малый бизнес и создать условия, скажем, такие, которые могли бы быть привлекательными для этих предприятий. Тем более, банк теперь будет государственный. Губернатор особо подчеркнул – власти заинтересованы в том, чтобы на территории Самарской области работали крепкие региональные банки. Это нужно для устойчивого экономического развития области. Лариса Шлафаст, Павел Пресняков, События. Всего две недели осталось до начала нового учебного года. Прошлый год Самарская область завершила в лидерах по высоким результатам единого государственного экзамена. На Всероссийской Олимпиаде школьников команда Самарского региона одержала 8 побед и заняла 31 призовое место. Такие результаты школьники региона показали впервые. В следующем году есть все шансы показать еще более впечатляющие результаты. Самарская область вошла в число регионов, где начинают внедрять программу дуального образования. С подробностями Марина Кравцова. 1 сентября школы Самарского региона вновь распахнут двери для почти 300 тысяч учеников. А вчерашние школьники начнут осваивать будущую профессию в университетских аудиториях. К слову, в этом году уже по предварительным подсчетам ясно. Все больше самарских выпускников решают продолжить учебу дома. Процент абитуриентов, которые поступают в вузы Самарской области, растет. Увеличивается и количество студентов из других регионов. Образование вновь идет на подъем, причем не только в школах и университетах. Наш регион в числе 11, где начинают внедрять программу дуального образования. Студенты будут одновременно осваивать и теорию зоопартами, и практику на предприятиях. В Самаре такую систему уже с сентября внедряют на заводе Кузнецов. Мы встали перед программой, перед возможностью реализации проектов перспективных двигателей для перспективных комплексов дальней авиации, военно-транспортной авиации, экранопланов. Но кадровый состав нашего предприятия, у Кузнецов, не позволял на тот момент времени даже приступить к этим задачам. Мы обернулись в сторону дуального образования как таково. Учиться у станка будут студенты четырех СУЗов. В дальнейшем лучшие наработки 11 пилотных регионов будут внедрены по всей стране. В центре внимания педагогов и вопрос, как воспитать настоящих гениев, будущих конструкторов, ученых. А растить их нужно со школьной скамьи, если не с детского сада, уверены педагоги. В Самаре планируется создать центр для одаренных детей, где юные исследователи смогут в полной мере проявить себя. Мне, как учителю физики, очень бы хотелось, чтобы была возможность организовать изучение ряда теоретических вопросов физики, химии, биологии с опережением школьной программы. Эти дополнительные знания помогут детям как себя проявить и показать свои способности как внутри России, так и на международных состязаниях. В Самарской области есть все, чтобы талантливые молодые люди, одаренные и нацелены на успех, оставались и в дальнейшем, работали для родного региона. Нам повезло в Самарской области. У нас есть прикладная часть, у нас есть предприятие, которое решает задачи абсолютно мирового уровня, абсолютно мирового масштаба. И конкурирует на самом высоком мировом уровне. И в этом смысле, в этом смысле, самого талантливого нашего человека, молодого, можно сориентировать, можно заинтересовать. В скором времени реализуется и еще один масштабный проект «Технополис Гагарин Центр», где создадут все условия для подготовки специалистов в сферах высоких технологий и самых передовых научных разработок. Марина Кравцова, Алексей Золотенков, События. Еще один вопрос, который педагоги не смогли оставить без внимания, это реформы местного самоуправления в Самаре и предстоящие 13 сентября выборы депутатов районных советов. Учителя и преподаватели – люди активные и по долгу профессии привыкли всей душой болеть за учеников, за любимое дело, за родной город и его успехи. И от того, какой выбор сделают самарцы, насколько активно они подойдут к решению вопроса дальнейшего развития города, будет зависеть, удастся ли достичь амбициозных задач и сделать Самару одним из лучших городов в стране. Будем мы успешны или не будем успешны, основой основой будет являться, какая будет общая атмосфера в обществе, какая будет сформирована власть, насколько власть будет сориентирована на вещи, которые будут давать результаты для людей, для общества, для страны, для будущего. Вместе с учителями и школьниками к Дню Знаний готовятся и правоохранители, ведь безопасность детей превыше всего. В Самарской гимназии «Перспектива» прошли плановые учения специальных групп вневедомственной охраны и мобильных отрядов особого назначения. За ходом тренировки наблюдал Павел Баймаков. Безопасность детей в период учебного года на первом месте, а значит, бдительность и готовность к любой нестандартной ситуации должна быть на высшем уровне. По легенде учений в здание гимназии зашел неизвестный, представился рабочим, напал на охранника, оставил на столе сумку и бросился бежать. Охранник, не раздумывая, вызвал полицию. Уже через несколько минут к гимназии подъезжает группа задержания вневедомственной охраны. Полицейские проверяют здание. Руководство учебного заведения тем временем занимается эвакуацией учеников и сотрудников. В учебный день здесь может находиться до 700 человек. Стараемся каждый год не менее двух раз делать эвакуацию. Делаем проверку, какие недостатки бывают. Естественно, уже разбираем на совещаниях и, естественно, доводим те или другие моменты. Улучшили систему оповещения, то есть перешли на кнопку тревожной сигнализации. Сумка, брошенная неизвестным, остается на том же месте. Трогать подозрительные вещи категорически запрещено. Это дело профессионалов, саперов, мобильного отряда особого назначения и кинолога с собакой. Уже через несколько минут удалось установить. В сумке взрывчатка, правда, учебная, которая никакой опасности не представляет. Но в реальности подобная бдительность может спасти сотни жизней. С первого сентября вообще наши все наряды, в том числе не только внеедостной охраны, но и патрульно-постовой службы, они все приближены к школам, к общеобразовательным учреждениям с целью оперативного реагирования на те или иные сработки кнопок экстренного вызова и вообще сообщений по 0-2. Очередная тренировка полицейских и руководство гимназии прошла успешно. Удалось задержать и злоумышленника, который к моменту приезда полицейских не успел далеко уйти от здания. Павел Баймаков, Станислав Левин. События. Грандиозное зрелище ждет жителей областной столицы в эти выходные. 22 августа, в день российского флага в Самаре, пройдут торжества федерального масштаба. Самарцы увидят выступления столичных музыкантов, выставку военной формы и оружия. На набережной будут работать тематические площадки. Гвоздь программы – полуторачасовое авиашоу с участием боевой авиации. Символ единения – великороссов, малороссов и белорусов. Знак верности, благородства и мужества. Три главных цвета нашей страны, объединенные одним – бело-сине-красным полотнищем, в субботу станут виновниками грандиозного торжества. В день государственного флага Российской Федерации на второй очереди набережной состоится праздник федерального значения. Главные участники – военные, те, кто во все времена закрывал собой священное знамя страны. Будут выставляться и армейцы, будет и выставка вооружения, выставка форменной одежды, будут площадки других силовых структур, в том числе и военных, будут показывать и свои умения военнослужащие и правоохранители. На трехцветном празднике Минобороны России проведет акцию «Военная служба по контракту – твой выбор». Все, кто желает вступить в ряды защитников Отечества, смогут пройти тест на профпригодность и задать все интересующие вопросы. Получить информацию об условиях прохождения военной службы по контракту, сроках, социальных гарантиях, денежном довольствии военнослужащего, льготах, применяемых военнослужащим по контракту, также могут получить у нас, в нашей палатке. Кульминацией празднования Дня флага станет зрелищное авиашоу, организованное Воздушно-космическими силами России. В течение полутора часов над акваторией «Волги» будут кружить боевые истребители и вертолеты. Полет пройдет на минимально возможных высотах – от 150 до 550 метров. Гвоздь программы – легендарный «Белый лебедь». Самый мощный в истории военной авиации – сверхзвуковой стратегический бомбардировщик ракета «Носец Ту-160». Завершит шоу выступление знаменитой пилотажной группы «Русские витязи». На воздушном параде выступят и самарские летчики. В составе пилотажной группы будут принимать участие члены сборной России, которые только сейчас вернулись буквально на днях с чемпионата мира, с 15-го юбилейного, на котором из семи золотых наград взяли пять. Шанс стать свидетелями потрясающего праздничного события самарцам выпал не просто так. Город заслужил это право своей великой историей. «Была выбрана Самара по предварительной договоренности главнокомандующего и губернатора, потому что Самара – это центр авиационной и космической промышленности. Здесь очень много связано с авиацией, поэтому этот выбор был не случайный». В день государственного флага столицу региона посетит и главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев. Торжества пройдут на второй очереди набережной 22 августа. Начало в 12 часов. Полным ходом идет ремонт на Аллее Трудовой Славы. Это почти два километра пешеходной зоны. Вместо старого асфальта появится новенькая тротуарная плитка. Станет больше зелени и благодаря новой системе автоматического полива ухаживать за ней станет легче. А скоро на Аллее Трудовой Славы появится и новый монумент. Все подробности у нашего корреспондента. Аллея Трудовой Славы на проспекте юных пионеров – любимое место прогулок лабрадора Фионы. Ее хозяйка Людмила Юрасова говорит, ждут не дождутся, когда закончат ремонт. Аллейка и так была очень хорошая, красивая. Конечно, сейчас она стала лучше. В мае на Аллее установили Триумфальную арку в честь 70-летия Победы. Затем масштабные работы развернулись в пешеходной зоне. Половина Аллеи уже в тротуарной плитке. Скоро завезут новые лавочки. На газонах станет еще больше зелени. И впервые здесь заработает автоматический полив. Всего на реконструкцию Аллеи потратят 88 миллионов рублей. За исполнением срока ремонта пристально следят не только власти, но и местные жители. С внуками прихожу, гуляем мы здесь. Туда вот в парк ходим. Ну, обязательно здесь вот пройдусь, посмотрю, как двигатель работает. Вот стрелы там сделали, поставили. Мне это очень нравится. Некоторые мне там не нравятся. Даже лучше стало намного. История в камне и металле. Каждый монумент на Аллее трудовой славы – история предприятия, которое внесло свой вклад в победу в 45-м. На Аллее увековечены все заводы, участники создания легендарного штурмовика Ил-2. Многим монументам ремонт был просто необходим. Здесь пошли ступени. Здесь будет какой-то композитный материал. Да, это не баннер. Это долговечный композитный материал. Вскоре на Аллее трудовой славы появится еще один монумент. Мы установим здесь еще один мемориальный объект, такой небольшой, который будет говорить о истории создания Аллеи, о истории предприятий, которые участвовали в создании этой Аллеи. Я думаю, что будет интересно. Ремонтные работы ведутся во всех районах города. В порядок приводят дороги и тротуары на 13 улицах. Не остались без внимания и зеленые зоны. В текущем году в рамках двухлетнего контракта на 15-16 год будут начаты работы по ремонту парка «Дружба». Планируется привести порядок пешеходные дорожки, газоны. То есть тоже отремонтировать в комплексе этот объект. Благоустройство должно быть комплексным. Парк «Молодежный» тоже ждет обновления. В планах очистить, укрепить берега и, конечно, наполнить водой местное озеро. В разработке – проект и комплексного благоустройства парка. Сдать участок Аллеи от Воронежской до проспекта Кирова планируют ко дню города. Полностью ремонт завершится к концу октября. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События. Летом участились случаи краж оборудования из технических помещений многоквартирных домов. Вентилей с труб, приборов учета, манометров и термометров. Чаще всего кражи оборудования происходят в промышленном и кировском районах. Управляющие компании уже взялись за установку на входах в подвальные помещения и чердаки усиленных металлических дверей с внутренними замками, чтобы защитить оборудование и избежать аварийных ситуаций. Однако навесные замки злоумышленники легко взламывают. Департамент ЖКХ рекомендует на общем собрании собственников принять решение об установке противовандальных дверей. Также решить вопрос поможет установка на двери сигнализации. Такая техническая возможность присутствует в большинстве высотных домов, где есть лифты. Нужно принять максимально меры по обеспечению сохранности данного оборудования. Здесь, конечно, нужно принимать участие и собственникам, определиться. Не только поставить металлическую дверь, но еще обеспечить непосредственно вывод открытия данной двери на пульт управления. Детские площадки, обновленные внутриквартальные дороги и благоустроенные дворы. Именно это хотят видеть вокруг жителей микрорайона Лесной. Задать свои вопросы и внести предложения люди пришли на общественные слушания. С горожанами пообщалась и наша съемочная группа. Боремся за почетное звание Дома высокой культуры быта. Шутят жители дома номер 239 по улице Советской армии. Приводить в порядок двор и само здание здесь начали еще в мае. Все благодаря активным жителям. Сами придумали, какой вид из окон им нужен. Теперь здесь детская площадка и полисадник. Благоустройство придомовой территории. Это цветники, естественно посадка, приобретение вазона красивого. Сейчас у нас идет ремонт нашего прекрасного фасада. В микрорайоне Лесной вопросов еще много. Необходимо завести асфальтовую крошку, обрезать аварийные деревья, благоустроить многие дворы. Жители говорят, с появлением общественного совета решать проблемы стало проще. Начиная от детских площадок, где-то их вообще нету, где-то их необходимо реконструировать, где-то необходимо отремонтировать, с дорогами, также с обустройством пляжа. Допустим, здесь на НФС у нас Советская армия упирается как раз в пляж. Вот он, так скажем, не самый благоустроенный пока в городе. Но я надеюсь, нашими усилиями, усилиями администрации района, города, он в скором времени станет самым благоустроенным в городе. Донести до власти свои вопросы теперь стало проще. Лучше слышать горожан помогает реформа местного самоуправления. Решать самые важные проблемы необходимо сообща. Команду созидания жителям предстоит определить с 13 сентября на выборах в районные советы депутатов. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События. Спортивные достижения – общая заслуга, считают жители Куйбышевского района. Местная футбольная команда заняла второе место на городском турнире. Лето с футбольным мячом. Чествование победителей прошло в теплой дружеской обстановке. Подробнее Павел Баймаков. Они одни из сильнейших в городе, хотя многим из этих ребят всего по 9 лет. На городском турнире «Лето с футбольным мячом» команда 145-й средней школы заняла почетное второе место. Спорт, говорят ребята, лучшие занятия в свободное время. Нравится очень. Ну, мячик пинать. Финты нравятся разные. Победа на турнире – немалая заслуга тренера-общественника. Иван Михайлов предпочитает гонять мяч вместе со своими учениками. Тем более условия позволяют. Во дворе школы большое футбольное поле. По словам членов местного общественного совета, постараются сделать все возможное, чтобы жизнь в микрорайоне стала еще комфортнее. Надо общаться не только со старшим поколением, но и, конечно же, собирать детей. И очень хотим отметить победу команды Кубышевского района. Хотим, чтобы наши дети понимали, что у них есть будущее, и они должны заниматься спортом и верить в то, что нашу страну можно сделать лучше. Слабый, потому что мало каши ел – это не про них. Сплоченность у этих ребят во всем. Командный дух нужно воспитывать с детства, уверены общественники микрорайона. Именно так, сплотившись в единую команду созидания, удается решать частные проблемы конкретных территорий. После выборов 13 сентября, когда в Самаре создадутся районы и советы депутатов, каждый район будет наделен собственным бюджетом. И тогда темпы решения проблем ускорятся. Марина Кравцова, Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События. Это были все городские события, а у меня еще новости экономики. Не переключайтесь. Депутатская неприкосновенность – это возможность проверить любую заповедь экспериментальным путем. Не помню, что там в скрижалях про долги, но теперь за долг свыше полутора миллионов рублей депутатов предлагают лишать статуса и запрещать балансироваться в народные избранники. Соответствующие поправки планируют ввести в законодательство. Изменения коснутся как имеющих статус парламентариев, так и кандидатов в депутаты. Избираться снова должник сможет лишь спустя один год со дня исполнения им судебного решения. По мнению авторов поправок, если человек собирается представлять интересы народа в Думе, то должен быть, если не образцовым гражданином, то как минимум не потенциальным уголовником. Между прочим, среди действующих депутатов есть те, кто должен далеко не полтора миллиона рублей. У некоторых счет уже пошел на миллиарды. А вот почему депутатов до сих пор не лишают мандатов за несоответствие – непонятно. В первом полугодии 2015 года резко выросло количество кредитных заявок с фиктивными справками о доходе и месте работы. Эксперты считают, что граждане чаще стали обращаться к различного рода посредникам в получении кредита, которые за вознаграждение помогают подтвердить фиктивные доходы и занятость. В Москве получение справки 2 НДФЛ у подобных посредников стоит 2500 рублей. Если гражданин числится безработным, то ему также готовы представить заверенную копию трудовой книжки, что вместе со справкой стоит 4500 рублей. При этом посредники гарантируют, что клиент будет фиктивно трудоустроен в действующую компанию с положительным балансом и движением по счету, а не в ферму-однодневку. В Самаре я тоже натыкался на такие предложения. Цену, увы, не подскажу. А вообще какой-то этот метод слишком грубый. Изящнее как-то надо банки обманывать. Эксклюзивный сегмент Дубая просел из-за отсутствия богатых русских туристов. Магазины Дубая пустуют, товар лежит без движения. Но рубль падает, и людям становится накладно сорить деньгами в Дубае. Впрочем, торговля-люкс не единственный камень преткновения для дубайской экономики. Не меньше проблем доставляет общепит. Как пишут аналитики, рынок приближается к насыщению, и конкуренты всеми правдами и неправдами стараются выдавить слабаков на обочину. В общем, и арабы порой плачут. Российский фондовый рынок открылся снижением. Индекс ММВБ опустился до отметки 1701 пункт. Лидеры падения – акции НМТП, Башнефти, Полюс Золото, Сбербанка, Лукойла, ФСК ЕС и Новотека. Среди лидеров роста – бумаги Полиметалл, Фосагра, Уралкалия, Акрона, Сургутнефтегаза, Фармстандарта и ИОН Россия. Торги на российском рынке стартовали на фоне очередного понижения нефтяных цен и ослабления рубля. Курс доллара на 18 августа – 65,50 рубля, курс евро – 72,57 рубля, золото стоит 2353 рубля за грамм, серебро стоит 32,07 рубля за грамм, цена нефтемарки Brent – 48,30 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова